Салем до стар! Вы на канале Татьяна из Казахстана. Приглашаю вас в новое автомобильное путешествие по улицам нашего любимого с вами города Шимкент. Для кого Чимкент? Сейчас мы едем по улице бывшая Кирова, самый центр. Сейчас это улица Шаймерденова. Кто-то из подписчиков просил меня это сделать. И вот, пожалуйста. Это розовое здание, это садик Балаби. Что здесь было раньше, по-моему, ничего не было. Начнем с самого начала. Она начинается от бывшего проспекта Коммунистический. Вот это дома, маяк А7. Вон стадион Спартак получается через дорогу. Да, вот выход получается на остановку. Прям выходишь и остановка Спартак. Это универсал. Дома большие, вот эти высотки. И вот отсюда эта маленькая улочка стартует. И поехали. Как эти назывались? Обкомовские дома, да? Да. Вся верхушка, да, жила нашего города. Вот все сейчас за забором. В нашем государстве равноправном, в кавычках, рабочих и крестьян. Существовали дома для обкомовских работников, в прихожей которых можно играть в футбол. И коммунальные квартиры с вонючими кухнями общими. Вот такие были. Да, ну это будет очередной полемика в комментариях. Это очередной предмет для обсуждения в комментариях. Прошу писать свои мысли. Можете излагать их, как хотите. Мне лично на это... Ну, очень... Хотелось бы, чтобы это происходило культурно. Но если у кого-то не хватает культуры, то мне на это будет очень любопытно посмотреть. Слушай, да, вот с левой стороны здесь была автостоянка обычная. Вот с недавнего времени построили такой вот центр. Вот это разваливающее здание. Это бывшая музыкальная школа. Вроде как должны были снести, но что-то как-то... С этой стороны банк. За ним тоже был детский сад. Телекомпания ОТРАР. Тут такие вот частные домики. Не будем вспомнить, вдруг нельзя. Здесь вот 77-й серии дом. Гостиница Саппар. Гостиница Саппар тоже разваливается. Эта улица, получается... Вот мы начинаем от Таукихана, проспект Коммунистический. И она соединяет проспект... А, ну это Рыскулова будет. Рыскулова? Да, она до Рыскулова до самого дойдет. С юга на север идет, как дублер Кунаева. Маленькая улочка такая, всеми забытая. Ну вот, проедем по ней тоже. Нам по дороге, кстати, поспим дела. А вот еще остались старенькие домишки. Вот бывшая Долорезель-Токсан. Она раньше там кончалась слева. Покажи. Слева, где энерготехникум. Сейчас ее там продлили, и она идет до самой Сайрамской. Вот. Сейчас мы ее пересечем. Раньше здесь был тупичок такой небольшой. Тихий. Сейчас здесь улица. Долорезель-Токсан. Дальше едем. Толстого пересекли. Сейчас приближаемся к Некрасово. Толстого так и осталось. Толстого. Некрасово сейчас Торикулова. А вот это больше всех, конечно, задевает, что все переименовали. А как должно быть иначе? Не знаю. Наверное, все должно быть. В Казахстане должно быть все по-русски. И тогда чьи-то националистически настроенные умы успокоятся, наконец. В Узбекистане по-французски. В России, наверное, еще по-японски, по-хохлядски. И тогда все будут спокойны. А лучше, наверное, все оставить, как есть. В Казахстане пусть будет по-казахски. В Эстонии по-эстонски. В Америке по-английски. И тогда всем будет хорошо. Вот тут такой перевычка такая небольшая, смычка. И мы попадаем дальше. А здесь этот канал, да, или что? Да, рычок, канал. Дорога не очень. Поэтому прошу прощения, если будет камера немножко. Да. Шаймерденова, конечно, я извиняюсь. Шаймерденова снимать очень неудобно. Она везде второстепенная. Автолюбители меня поймут, кто за рулем. Везде нужно будет пересекать главные, главные. Ну, постараемся пересечь. Сегодня воскресенье. Все, молкаем. Да, вот виднеется дома, высотки. Это по проспекту Кунаева, который. Это ЖК Казахстан. Еще остались, помимо новых, еще остались старенькие домики. Это Астраханцево. Астраханцево. Астраханцево сейчас Мадели Кожа. Вот там сверху мост, это Кунаева. У нас частично остались улицы и на русском языке. И как бы никому не обидно, нет проблем. В таком соотношении процентном национальный состав. У нас осталась улица Толстого. Гагарина. Гагарина. Много у нас названы улицами числа. Лермонтово. Лермонтово школа, Терешковая школа. И Гагарина школа на Чапаевке осталась. Ну, конечно, всех партийных. Зоя Космодемьянская. Зоя Космодемьянская, 23-я. Да, так и осталось. Ну, конечно, извините всех этих партийных деятелей, всяких революционеров. Все это, конечно же, убрали. Очень много улиц ветеранов Великой Отечественной Войны Героев. Кожедуба, Кошурникова, Безделева. Они так остались. Никто, я считаю, не обижен. Не обижен. Если честно, вот свои дома очень сложно улицы снимать. С какой стороны. И туда, и сюда. Видно, не видно. Ух ты, какая мачта, смотри. Здесь, наверное, интернет летает. Наверное. Ничего себе. Это же вредно. Сколько я знаю. Все вредно. Здесь вроде, наверное, тротуар сделали, а дорогу, наверное, сделают. Домики-то тут непростые, разные же. Центральная улица. Особенно вот там, в центре, где музыкальная школа, там просто то яма, то канава. Ну, таких дорог в Шимкенте очень мало. Прям по пальцам сосчитать. С плохим покрытием. Но они еще встречаются. Вот тоже с левой стороны высотка. Построена буквально недавно. Три-четыре года назад. Как это называется? ЖК какое-то? Ой, если честно, не знаю. Что-то там же внизу написано. Сейчас в Чимкенте бум строительства. Именно высоток. Разнообразных ШК. Так, какие здоровенные. Сколько там надо, что-то 13-14. Развалюшка, да, на фоне высотки современной. И вот уже впереди виднеется 16-этажки ЖК БИИК, называется. Выход на проспект Рыскулова. Угол Кунаева. Вот когда... А, или Карла Маркса делали как раз. Вот улать. По ней все ездили. Да, и по ней, да, мы ездили. Вообще. Летом. Вот такие пробки были. Кошмар. Она же узенькая. Большие же автобусы. Кстати, сегодня 7 января. С Рождеством всех. В Чимкенте дождик. Побывали в церкви, в храме. Да, есть шорт, сможете посмотреть. Это храм по улице Туркестанской. Никольский собор. Сейчас у нас новый, как это называется? Митрополит. Митрополит. Очень красиво. Всех с Рождеством. Мира, благополучия вам всем. Ну, а мы вот уже приближаемся к проспекту Раскулова. Давайте дальше поснимаем. Вот где буквы Шинкент, это оказывается Царский Курган. Это очень историческое место. Его даже ведь не застраивают. Вот повернули на Раскулова, выезжаем. Остановка Карла Маркса. Так она вот, кстати, остановка Карла Маркса. Но улица, говорят, дулатит. Поэтому нас используют все. И никто даже не замечает и не обращает на это внимания. Мы к этому уже настолько привыкли. Сколько кого процентов осталось? Сколько чего, кого, как мне жаль этих людей, которые вот этим все считают проценты и болеют этим. Честно, вас искренне жаль, ребята. Жизнь такая короткая, чтобы вот это считать и вот этой фигней заниматься. Надо назову Карла Маркса, надо назову Тулати. Меня все поймут, меня все ответят. Надо на русском, надо на казахском. Обращусь без проблем. Живем спокойно, ничего не считаем. Вот и все. Вот сейчас подъезжаем. Это будет школа МВД и воинская часть 65-06. Своего мнения никому не навязываем. Просто рассказываем о своей жизни и о своем родном, любимом городе. И все. Как-то так. Вот воинская часть и рядом с ней школа МВД. Так как Евразия теперь базара. уже не существует. Вот многие переехали вот сюда. Вот книги, допустим, магазинчики, оптика. А вот это вот серое высотное здание. Ну, как высотное. Четыре этажа. Раньше была парикмахерская Баян. Сейчас что будет, не знаю. Подъехали. Перекресток Чернышевского-Адербекова. И начало это у нас какая-то? Байтиреково. Байтиреково. Да. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться. Еще раз с праздником. Спасибо, что смотрите. Комментируйте. Всего доброго. До новых встреч на улицах города Шенкента. Редактор субтитров А.Семкин